Здравствуйте! Вы смотрите программу «Просто о вере» и я ее ведущий, прото Илья Иоанн Мухов. В нашей передаче мы стараемся говорить самыми простыми словами о нашей православной вере. Сегодня мы поднимаем тему, которая касается, по крайней мере, мы так считаем, каждого человека, который вступает в семейную жизнь. Тех людей, которые выросли из состояния детства, стали взрослыми, принимают на себя ответственность и создают семью. Почему об этой теме мы хотим поговорить? Потому что грядет праздник святых Петра и Феврония. Наверное, вы удивитесь, скажете, но ведь праздник святых Петра и Феврония в июле месяце, 8 числа. Да, вот как раз почему 15 сентября с этого 2013 года Русская Православная Церковь начинает праздновать еще один день почитания святых Петра и Феврония, мы с вами сегодня поговорим. Сегодня у нас в гостях наш православный эксперт, отец Александр. Отец Александр, здравствуйте! Здравствуйте! Отец Александр, несмотря на то, что вы служите в храме святых Петра и Павла, мы с вами сегодня обращаемся к празднику святых Петра и Февронии. У нас даже в Самаре есть храм в честь святых Петра и Февронии. Приход был создан недавно, храм сегодня достраивается, но богослужения уже идут регулярно. Но помимо этого прихода, в нашем городе есть замечательный памятник святому Петру и Февронии, покровителям семьи и брака в России на Самарской площади. Причем памятник один из самых красивых. Эта скульптурная композиция, ну, наверное, не просто украшает город, она делает Самару в этом плане лидером среди других подобных скульптурных украшений городов России. Есть некое, скажем, ну, между городами, может быть, некое соревнование, вот, у кого будет лучше памятник, поэтому привлекаются лучшие скульпторы и художники. В храмах города Самара, не в одном, а в нескольких храмах, есть частицы мощей святых Петра и Февронии. А действительно покровители у нас брака. Так вот вопрос, почему вдруг мы в этом году узнаем 15 сентября день памяти святых Петра и Февронии, а не 8 июля? 8 июля он упраздняется, сохраняется. Что происходит? Отец Александр, расскажите нам. Дело в том, что проблема дополнительного празднования памяти святых Петра и Февронии была поднята еще в 2011 году. Так вот, в декабре 2012 года решением священноначали было принято решение, что нужно ввести еще дополнительно один день празднования Петра и Февронии, чтобы этот день не совпадал с постом. Потому что 8 июля день праздника – это всегда пост. То есть, основная проблема – то, что праздник выпадает на постные дни. А в чем проблема? Ну, пост есть пост. Можно на первый взгляд подумать, что хочется шикарно отметить этот праздник и поставить вместо постной пищи какое-то мясо, молоко или что-то. Нет, не об этом идет речь. Речь идет не о том, чтобы стол вломился от изобилия блюд. А проблема вот в чем. Поскольку очень сильно распространилось почитание святых Петра и Февронии, у нас православных людей, на мой взгляд, все-таки становится больше. В день их памяти многие хотят сочетаться браком и иметь их покровителем Петра и Февронии, покровителем своих семейных отношений. Так вот, поэтому и было принято решение. Но дело в том, что в этом году, 15 сентября, на следующий год это будет маленько другая дата. Потому что, если дословно, более-менее решение звучит так. Накануне, 19 сентября, первый воскресный день должен быть Днем памяти. Если мы установим, например, в один день, 15 сентября, то постепенно, в какой-то год он может выпасть опять в тот день, в который Церковь не может венчать. Поэтому потеряется смысл дополнительного введения праздника. Поэтому это будет первый воскресный день. Перед 19 сентября. Перед 19 сентября. Отец Александр, вот святые Петр и Феврония. О житии ничего не говорит о том, что у нас сегодня принято считать семьей. Муж, жена и дети. А ничего в житии не говорится о детях. Были ли у Петра и Февронии дети? Много их было? Мало ли их было? О житии умалчивают. Вот вообще, точка зрения русской православной церкви на семью. Что такое семья? Вообще, из чего она состоит? Из кого она состоит? Как там все происходит? Семья – это священный союз. Мужчины и женщины. Первая семья – это Адам и Ева. Первая семья. Ведь Бог создал сначала просто Адама. Мы это можем узнать, прочитав первые главы книги Библии. Но нехорошо быть человеку одному. Это слова Господа. И поэтому сотворим ему помощника, говорит Господь. И сотворил Еву Адам и Ева – это первая семья. Это священный союз. Именно священный, освященный. Нужно относиться нам к браку не просто как к какому-то сожительству ради того, чтобы… Ради продолжения рода, или ради каких-то удовольствий. Это священный союз. Мы даем определенные обеты при вступлении в брак. Отец Александр, ну вот смотрите. Если вот касательно семьи, вы говорите, священный союз мужчины и женщины. Так и в словах, в принципе, молитвы говорится. Венчание всегда добавляется практически во всех вот этих прошениях, в таинстве венчания, то, что Бог благословил их, и потом перечисляется, чем благословил. Чудородие, богатство, материальное благо, богатство здоровья. У католической церкви есть понимание такое. Священный союз мужчины и женщины при обязательном рождении детей. Вот у нас в Русской Православной Церкви, мы что, против того, чтобы дети рождались? Вот здесь вот тогда такой вопрос. Как мы-то рассматриваем? Вот у них вот обязательно продолжение рода рассматривать. Вот семья, вот это вот мужчина и женщина и дети. Иначе смысл теряется. В Русской Православной Церкви мы так же на это смотрим? Или все-таки у нас другой взгляд понимает? Даже когда Господь создал Адама и Еву, его были слова, обращенные к Адаму и Еве. «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю». Вот поэтому, как же мы можем быть против рождения детей? Смысл, в общем-то, конечно же, брака в чем тогда состоит? Нет. Рождение детей – это как благословение Божие. Мы даже и спрашиваем. Во время венчания, во время таинства венчания, есть специальные слова в молитвах, в прошениях, где мы просим, чтобы Господь благословил врачующихся рождением детей. Отец Александр, ну а если вот по какой-то причине не могут родиться дети? Мы не можем считать семьи полноценными. Вот, допустим, смотрите, есть такая статистика, страшная статистика, не в смысле демографического провала, в смысле просто проблем 21 века. Каждая четвертая семейная пара, от официальной данной наших врачей, это медики, гинекологи об этом говорят, не может иметь детей. Люди могут вступить в брак, официальная государственная регистрация. Люди могут повенчаться, но детей нет. Мы не можем их считать семьей в таком случае. То есть они прилагают все усилия. Здесь не стоит вопрос, так сказать, их там контрацепция, они не хотят детей, они хотят детей. Может ли такая семья считается семьей? Ну почему же она не может быть считательной семьей? Ну вот я тоже здесь в этом плане считаю, что они должны считаться семьей. Просто понимание вот наше, русская православная церковь, Вселенская церковь, она утверждает, что в первую очередь брачный союз священный, мужчина и женщина. А уж Бог, если благословит их, то будут дети. Не благословит Бог, детей не будет. У католиков немножко по-другому рассматривается ситуация. Почему, так сказать, они говорят, это обязательные условия. А если нету возможности? Ну, к примеру, так сказать, какие-то физиологические нарушения. Вот поэтому мы и говорим. Потому что Петр и Февроний не оставили следа. Мы не знаем, были ли дети. Может быть, много детей было. А может быть, и никого не было. Адам и Ева – это родоначальники всего человечества. Там, ну, есть предание, что они были родителями ста детей. Некоторые были сто дочерей, сто сыновей. Это весь род человеческий от этого произошло. Имена мы знаем только, ну, буквально десяти их детей, там, основных, там, выдающихся. Они все были выдающиеся. В том или ином ключе. И Авеля, и Каин, там, они все были по-особому, свои выдающиеся дети. Отец Александр, я думаю, что пора нам обратиться к сюжету, который сделали наши журналисты. Ну, вот, немножко о житии и о храме святых Петра и Февронии мы должны посмотреть. Давайте посмотрим, вернемся в студию. В 2009 году по желанию верующих и по благословению архиепископа Самарского и Сызранского Сергия было принято решение возвести храм в честь святых благоверных князей Петра и Февронии. Храмы в честь этих святых, покровителей семьи, есть во многих городах России. Москва, Муром, Ростов-на-Дону, теперь еще и Самара. Сейчас во дворе дома 222, что на улице Старозагора, полным ходом идет строительство. Уже возвели стены, установили центральный купол. А сам храм находится на этапе начала, в самом начале отделочных работ. Кровельные работы, штукатурка завершенная. Особое внимание уделят благоустройству территории. Здесь появится детская площадка, будет много насаждений. Очертят территорию храма, заборы из художественной ковки. От громоздких колонн и толстых стен отказались. Хотят быть ближе к народу. Опыт показывает, что в густонаселенных и парковых зонах, то есть в спальных районах и парковых зонах, нужно стремиться к облегчению заборных конструкций, чтобы они давали визуальный доступ и не отталкивали. Потому что когда это большие заборы, высокие заборы и толстые колонны у заборов, это немножечко отталкивает. И спросить у святых благоверных супружеского счастья, истинной любви и верности прихожане смогут уже скоро. Предположительно, храм распахнет свои двери в начале 2014 года. Мы будем отталкиваться от благословения Владыки Сергия. Я думаю, что Владыка благословит нам первую литургию в самом храме, отслужить на Рождество 2014 года. Летний день памяти Петра и Февронии 8 июля приходится на период Петровского поста, когда в церкви не бывает венчания браков. Теперь же влюбленные пары смогут венчаться в сентябре, в день памяти святых. Ожидается, что Самарский храм в честь покровителей семьи станет одним из самых популярных для совершения этого таинства. По статистике российской, до 75, а то и 80% разводов. И Владыка благословил строить этот храм для того, чтобы как-то привлечь людей к осмыслению вопроса о семье, браке, деторождении. Ну, нельзя сказать, что это будет именно самый популярный храм, потому что, как любой священник, должен стремиться не к количеству, а к качеству. Как это сказано оптинскими старцами. Для Бога приятнее грешник с покаянием, нежели праведник с гордостью. И те люди, которые имеют твердую веру в Бога и хотят создать семью, и никогда не разводиться, не изменять друг другу в гражданском браке, то мы будем рады их повенчать, напутствовать, благословить. Отец Александр, возвращаясь к теме брака. В России сегодня мы сталкиваемся с тем, что, с одной стороны, православная ситуация очень хорошая. 8 июля все знают, что день семьи, любви и верности. Многие едут в город Мором. Причем это касательно не только православных христиан. Приезжают люди других вероисповеданий, просто те, кто считают себя гражданами России. Для них очень здорово, что есть такой праздник, в который два человека, мужчина и женщина, являются покровителями брака. Причем они их даже не рассматривают с точки зрения святых. Вот в 2012 году мощи святых Петра и Февронии привозили в Кабардино-Балкалию. Многие задали вопрос непосредственно в пресс-службу Московского Патриарха. Зачем? Ведь там большинство людей, наверное, не споют про вас, Кавказ, Ислам, еще что-то. Количество людей, которые пришло поклониться святым Петру и Февронии, показали, что пришло большую часть населения не христианское и светское, то есть те, кто вообще считаются атеистами, и те, кто исповедует другие религии, пришли поклониться тем, кто является для них тоже покровителями брака. Вот о качестве наших семей сегодня. Вот создается семья, молодые люди решили вступить в семью. Для них такие вот условия сегодня замечают, даже праздники есть особенные. Почему же так много разводов? Чуть ли не половина семей, вступающих в брак, разводится. Разводов, к сожалению, у нас действительно очень много, статистика неутешительная. Ну, как принято считать, что распространенное мнение наследия мы имеем посткоммунистическое после распада. Когда семейным отношениям со стороны государства, в общем-то, уделялось определенное внимание. Сейчас вот эта разнузданность, вот эта вседозволенность в отношениях между мужчиной и женщиной, она дает, на мой взгляд, подобные плоды. Дело в том, что мы совершенно забыли, что такое целомудрие. Сейчас нормой стало добрачные отношения. И во всей этой бездуховности, во всей этой бездуховности, она цепочка за цепочкой складывается все наши проблемы. И в итоге, в итоге получается, что распадаются семьи. Отец Александр, ну вот касательно целомудрия, бездуховности, вседозвольности. Да, конечно, это и есть. Я просто хотел спросить, я думаю, может, Петро Февроне мало молится за нас, почему браки распадаются. Еще вот такой вот вопрос. Отец Александр, да, с одной стороны, мы с вами коснулись того, что произошло после 90-х. Ну, это практически революция была. У нас смена государственного строя, практически гражданская война, сколько людей погибло. Причем там не на баррикадах, просто люди погибали от разного. Другой вот еще момент. Сегодня молодежь, она, конечно же, берет за основу какие-то стереотипы. Вот как себя вести. Огромное количество информации пришло к нам в Западу. Ну, тут в данном случае хоть телевидение взять, хоть взять, в данном случае интернет, сегодня можно коснуться. Дети сегодня достаточно быстро созревают. Журналы, которые читают, или чем они интересуются, все должно быть, как они говорят, клево. Там кул сплошной. Ну вот, вот эти главные герои часто, это кинозвезды, это музыканты, это актеры, певицы, певцы. И вот эта гламурная жизнь, она вообще, так сказать, никак не связана с целомудрием. Естественно, от этого черпается некий, к сожалению, пример для подражания. Никто в данном случае не задается вопросом, я-то вообще-то родился в семье, не из пробирки, а появился на свет Божий. Вот мы можем что-то вот сегодня, не в смысле, знаете, запретить, ограничить, а можем что-то в противовес молодым людям. Ну, по крайней мере, возьмем, скажем, так сказать, средства. Это у нас школьники, которые заканчивают школу, это студенты. То есть те, кто вот сейчас находится в такой фазе, когда возникает любовь, ну, как им кажется, влюбленность, некоторые романтические чувства, помочь направить свои силы именно в русло создания крепкой семьи. Что церковь может предложить им? Какую, не то, что может быть программу, но какие-то действия, к примеру, вот как вы, священник, что вы видите? И выход я вижу, к примеру, что обязательно в школах и, как вы сказали, в старших классах особенно, и среди студентов нужно проводить, на мой взгляд, беседы и пояснения. Нужно доносить до молодых людей какие-то принципы, какие-то правила, формировать какую-то систему ценностей, что ли. Дело в том, что часто очень молодые люди путают любовь с влюбленностью, когда человек увидел внешнее прекрасное. Я даже порой с половым влечением, порой люди путают любовь. Да, 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 да. Тут здесь вообще приходится даже говорить о том, что нужно определиться в понятии, что такое любовь, потому что заниматься любовью сейчас это совершенно имеет... Не то, что подразумевали великие классики. Совершенно верно. И Евангелие нам, Библия, говорит совершенно о другой любви. Бог есть любовь. Любовь жертвенная. Любовь не раздражается, не мыслит зла, не радуется о неправде, радуется о истине. Это слова апостола Павла. Поэтому, на мой взгляд, еще что, кстати говоря, влияет, наверное, на распад, это то, что люди не могут разобраться в своих чувствах. И нужно помочь им, постараться, ну, хотя бы что-то сделать для того, чтобы помочь молодым людям разобраться, что это влюбленность или любовь. Отец Александр, вот пример такой небольшой приведу. В прошлом году меня пригласили в наш дворец бракосочетания. Время было рождественского поста, что меня немало в какой-то степени удивило, ввиду моей неграмотности, в каком плане? Пригласили, когда меня туда, я говорю, в какой здесь целью-то? Люди хотят с вами пообщаться, те, которые вступают в брак. Я говорю, ну, если они в брак вступают во время рождественского поста, это не очень хорошо. Они говорят, нет, это те люди, которые подали заявление, они будут рассматриваться заявление. Ими же самим, не в ЗАГСе там найдут причину отказать им. Это те люди, которые подали, они должны подумать, рассмотреть вообще свой действительно сложный вот этот важный вопрос, дать ему положительный ответ. Я говорю, поговорите с ними, потому что все их росписи будут после 7 января. У вас закончится пост, это никак не мешает. И вообще люди там не все там христиане. Есть других вероисповеданий, других религий. И вот пообщавшись с ними, я не знаю, какой процент людей пошел, повенчался. И не знаю, какой процент из этих людей сегодня сохраняет, так сказать, взаимоотношения действительно брачными, замечательными. Или, может быть, кто-то уже в данном случае не выдержал ответственности и свою семью разрушил. Не знаю, не могу сказать, но я хотел бы перейти еще к одному сюжету, сделанному нашими корреспондентами. Провели опрос на улице города и задали вопрос людям по поводу как раз создания семьи. А что они об этом думают? Смотрим и возвращаемся в студию. Ну, я думаю, то, что самое главное – это любовь, прежде всего. То есть, все завязывается на чувствах. Не бывает брака настоящего без любви. Самая основная любовь тоже, я думаю, верность. Взаимопонимание. То есть, ссоры – это, конечно, всегда лишнее. Думаю, так. Все главное. Ну, любовь там, верность. Я честно. Все главное. Браки из-за чего распадаются? Потому что возникает между людьми недопонимание. Я считаю то, что как бы нужно идти на уступки, идти на компромисс и больше доверять друг другу. Взаимопонимание, согласие, как говорится, согласие. И слышать друг друга. Слышать друг друга. Когда говорит один, надо его послушать, а не перебивать. Ну, все-таки любовь, наверное, как бы. Потому что если не будет любви, тогда уже ничего не будет. Наверное, понимание друг друга. Ну, уступать надо как-то. Даже прощать. Самое главное в браке, в будущих отношениях. Ну, не знаю, скорее всего, это доверие. И доверие и иметь что-то общее, что будет всегда связывать этих людей. Конечно, скорее всего, в будущем это именно дети. Доверие, уважение. Надо, чтобы люди понимали друг друга. И как-то, даже несмотря, наверное, на общее дело, сохраняли какую-то, собственно, независимость. Ну, и уважали независимость другого человека тоже. Ответы, слава Богу, в основном утешительные. Нас они радуют. Люди по-разному смотрят на брак. Но во всех случаях мы услышим об ответственности. Отец Александр, вот создается семья, люди пошли, расписались. До венчания мы еще не дошли. Вот это еще вопрос второй. Потому что многие считают, что если ты повенчался, то уже нельзя разводиться. Вообще, молодым людям надо ли рассматривать вопрос развода, когда они создают семью? Нет, ну, когда создают семью, вопрос развода рассматривать было бы вообще в крайней степени странным. И надо пока, надо делать установку на то, что союз их должен быть вечным. Не пока, а вообще. Вообще, да. Вот, поэтому, но, но, однако, мы имеем некоторые положения, согласно которым даже церкви благословляется расторжение брака. Но это считается уже как катастрофой. К этому так и нужно относиться. А не так, что, ну, да, я женюсь, а потом же все-таки я найду какую-то лазейку, чтобы взять, да и развестись. Это совершенно пагубно. Оно наверняка так и произойдет. Так думать, рассуждать ни в коем случае нельзя. Союз этот вечен. И Господь говорит, что, что Бог сочетал, человек того да не разлучает. Отец Александр, время нашей передачи, к сожалению, подошло к концу. Я благодарю вас за ваше участие. Ну, и вот завершая передачу, конечно же, хотел пожелать тем, кто, если соберется сочетаться браком в этом году, 15 сентября, в день святых Петра и Февронии, чтобы вы прочитали житие этих святых и взяли для себя на вооружение такой важный момент. В семье очень важно иметь терпение. В семье очень важно прощать, и самое главное – просить прощения. Любовь в семье предполагается жертвенная. Ну, а если вдруг семейный крест будет для вас тяжелым, не бросайте его. Придите в церковь, обратитесь к Богу. Господь укрепит вас и поможет, потому что не бывает в семье, где все легко и просто. Почему розы-то дарят во время, ну, росписи в ЗАГСе, во время венчания? Это ведь символ, розы красивые, ну, сколько шипов. Вот так и в семейной жизни порой. И красивый есть момент, и шипы в нашей жизни бывают. И, конечно же, не стесняйтесь, подходите к священникам, они вам подскажут, помогут, они за вас помолятся. До свидания. Храни вас Господь. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»